Строгий костюм и галь, что к науту первоклассников для всех школьников первого версия, где не особенный. До речи, у другой Наравлянской средней школы его ждали два года. Миновата столько часов потребовалось, как привезти другую Наравлянскую среднюю школу в належный стан. Капитальный ремонт был жизненно необходим. После 40-х годов интенсивной эксплуатации, будинок явно не отвечал действующим нормативам. Иншая справа, что реконструкция оказалась непростой, часто тяжкости возникали там, где их никто не ждал. Тем больше, что и объем выполненных работ немаленький. Узмоцлены стены, заменены в окна, дах, система оттепления, водопровод, электричная сетка. Педагоги, которые первыми пришли в одну или иную школу, поставили будильникам 10 и запевнили, что теперь учебный процесс будет организован на высшем уровне. По кой притягивается работ, с этим так само были певные проблемы. Трудности заключались в том, что два года образовательный процесс происходил в пяти учебных заведениях города. На базе детских садов мы работали в две смены. Трудности вызывали как у учащихся, так и у педагогов и родителей. У другой на ровлянской средней школе будут учиться 510 детей. По районному отделу адукации запевнивают, что якость навучания тут будет не ниже, чем у Гомеля. Сегодня это в уголе одна из главных задач Галины. Оказывать адвокационные послуги на высоком уровне, незалежно от места находжения школы. Дело чего, перша черговая увага к техничному оснащению навучальных установ. Только от Абл-Ваканкама, в якости подарунка, средняя школа номер 2 города Наруле отримала 20 компьютеров. Наставники кажут, что техника почне выкористовываться в научальном процессе уже в ближайший час. В Наравлянском районе у Воголя великие планы по развитию Галины. Горрунтуется такая упыльненность у тимлику на перспективах экономичного развития и реализации державной программы комплексного выкористания природных ресурсов Припятского полеса. Реконструкция школы, до слова, так само проведена у рамках этой программы. Последние годы мы как-то многое внимание уделяем реальному сектору экономики. И благодаря особенно чернобыльские районы, здесь глава государства особое внимание им. Появляются новые рабочие места, закрепляются молодежи, соответственно, все идет инфраструктура. Поэтому, конечно, мы видим, что еще многое предстоит сделать в этих районах. Земля богатая, богатая людьми, богатая своими ископаемыми. Надо хорошенько только здесь поработать. Алексей Чаров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель» с Нарулли.